Всем привет! Меня зовут Николай Соколов. Это гитарный блог номер шесть. Поехали! В этом выпуске я попробую сравнить все свои гитары на разных композициях. Попробуем сделать с вами рифовую игру, попробуем сделать мелодию, быстрые какие-то пассажи. И посмотрим, сравним дешевые гитары, сравним дорогие гитары, разные фендеры, корт, ибанес. Все эти гитары будут участвовать в этом выпуске. Для начала я попробую показать гитару, свою любимую на сегодняшний день, гитару Ибанес РГ-570, на которой я сейчас все играю. Эта гитара мне досталась, так сказать, от своего бывшего ученика, который когда-то лет 10 назад занимался и брал уроки. И чтобы она больше мне нечего не создавала! И еще тогда я у него приметил этот инструмент и говорил, что если он будет когда-либо ее продавать, то чтобы он мне позвонил. И, собственно, так появился этот Ибанес, такого кислотно-ядовитого фиолетового цвета. Но на самом деле сейчас эта гитара мне очень нравится. Моя любимая! Итак, попробуем сыграть. Значит, ну, будем с вами... Сделаем следующим образом. Для начала мы сыграем композицию. Это будет... Я взял риф из композиции Стива Морса «To Many Notes», самый быстрый, чтобы можно было... И использовал хамбакер. То есть на всех... Точнее, не хамбакер, здесь хамбакер, а на других гитарах там будет еще и сингл. Для того, чтобы просто показать именно звучание нижнего датчика, бриджевого. А на всех остальных у меня будет чистый звук и нековое звучание. Что ж, поехали, попробуем! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Идем дальше. Это белый Ибанес, модель Стива Вая. Единственное, что я на ней добавил, это сделал отсечку. Хотя на сегодняшний день отсечка не нужна, потому что есть другие гитары с синглами. И, в принципе, это отсечка, если сыграть на ней... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть это без отсечки и с отсечкой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так звучит, если на ней играть мелодия, то мелодия достаточно интересная получается, но если сравнивать с синей гитарой, то на ней звук более глухой, чем на фиолетовой гитаре. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, пробуем играть все то же самое, только на белом Ибанесе. Погнали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Идем дальше. Это бюджетный вариант гитары, корт. Просто корт. Не могу сказать, какая мы даже модель. Ну, модель, модель а-ля Стратокастер. И на ней, в принципе, я бы не... Ну, звучит как в ведре. То есть, звук. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть, если, например, сыграть... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть, какие-то пассажи, если мы на ней будем играть, то они немножко... То есть, немножко такой звук, он как будто бы, как концернная банка, я называю. То есть, нет какой-то густоты, чистоты какой-то в звучании. Очень много разных призвуков в игре. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть, такая... Хотя, в принципе, с другой стороны, если руки играют, то инструмент будет звучать. Но разница, конечно, колоссальная в звуке. Давайте попробуем сыграть на ней все то же самое. И вы послушайте, как он звучит. Погнали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И еще одна гитара, это Fender Elite. Стратокастер. Отличное звучание, очень такой хрустящий звук, особенно, когда играешь на вот этом сингле. Кстати говоря, по поводу ибанеза белого и вот этой гитары. То есть, на ибанезе мне сейчас абсолютно не нужен эта отсечка, потому что есть сейчас Fender. На этой гитаре, в принципе, можно играть все. И даже когда я играю в живом составе, она звучит более читаемо, нежели ибанезе. Хотя, с другой стороны, синий ибанез звучит тоже читаемо, очень ярко. Эта гитара, мне на ней очень нравится играть... То есть, какие-то партии такие фанковые. Вот такого плана. То есть, звучит сразу же интересно, и все нотки читаются. Сразу же хочется начать танцевать. Итак, давайте посмотрим, как звучат те же самые партии на этом инструменте, и сделаем с вами выводы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Так, ну что, вы слышали сейчас, как звучат все эти четыре гитары, и каждая гитара для своего стиля подходит чем-то особенным. То есть, например, какие можем сделать выводы с вами. Ибанез фиолетовый, на мой взгляд, самый универсальный из этих четырех инструментов. Потому что на нем прозвучало и метальные скоростные пассажи, и риф из металлики, Master of Puppets, и SRV Эрика Джонсона, и Always With Me, Always With You, Джо Сатриани. То есть, гитара достаточно ярко поет, звук достаточно насыщенный и певучий. Что не скажешь о том же белом Эбанезе, который немножко звучит глуше. Или, скажем, Fender, который играет, например, SRV звучит идеально на Fender, ну это на мой взгляд. Но проигрыш, как я считаю, это Master of Puppets. То есть, не звучит. И в проигрыше Cort. То есть, на нем, как мне показалось, вообще ничего не звучит. То есть, звук достаточно тупой, ничего не слышно, то есть, динамика непонятная, то есть, когда играешь отдельно по струнам, это одни звуки, когда по аккордам совсем динамические какие-то выстрелы получаются. То есть, ничего не слышно, ничего не понятно. И звук очень нечитаемый у инструмента, и очень тяжело его настроить именно в живом составе. То есть, практически невозможно. И тем самым и отличается от дешевой гитары от дорогих. То есть, в дорогих гитарах таких проблем нет. Поэтому делайте сами выводы, слушайте инструменты, сравнивайте их постоянно. И если гитара очень-очень дорогая, это не значит, что она подходит именно вам, по вашему стилю. Поэтому старайтесь выбирать инструмент тот, который для вас либо подходит полностью в ваш стиль, либо будет для вас каким-то универсальным. Это нужно слушать. Приходите в магазины, берите инструменты, мучайте продавцов и выбирайте себе инструменты на ваш вкус. Спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok